Куда более чувствительно, нежели Трамп, ситуацию на Дальнем Востоке воспринимает премьер Японии Синдзо Абе. Для него Дальний Восток — возможность масштабных проектов, экономических, но и укрепляющих мир. Вот, например, в каких образах он рисует Северный морской путь, продлевая его маршрут через северную часть Тихого океана вплоть до Японского моря. Я думаю, мы обязательно создадим в этом огромном уголке северного и восточного полушария оплот мира. Я думаю, это будет прочный оплот, который будет поддерживать и регион, и весь мир. Я думаю, что при этом и Северный Ледовитый океан, и Берингово море, северная часть Тихого океана, Японское море — все эти регионы будут соединены магистральной морской дорогой мира и процветания. Тем временем Россия отправляет на Дальний Восток первую в мире плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов». Пока на пути из Петербурга она остановилась в Мурманске. Загрузка топливом, а потом на Чукотку. В долгий путь через Северный Ледовитый океан до порта Певек. Там плавучую АЭС соединят с наземной инфраструктурой. О том, как это будет, наши корреспонденты Сергей Самоха из Певека и Михаил Федотов из Мурманска. В столице Северной, в столицу российского Заполярья. Плавучая атомная станция скользит по холодным волнам Кольского залива. Швартовка подгул ледокольных гудков и музыку военного оркестра. Академик Ломоносов станет самой северной атомной станцией в мире. Работать предстоит в Чукотском Певеке. Не капитанский мостик, а пункт наблюдения. У ПТС нет ни винтов, ни руля. Для Василия Глохвастова, проходившего полжизни на атомном ледоколе Советский Союз, вызов. Представь себе, вы садитесь в машину, там нет ни руля, ни педалей. Но вы сидите на водительском месте, всё чётко совершенно. Как-то так получается. Но, пожалуй, это как раз тот случай, когда мореходные качества не так важны. Это общесудовые системы. Можно контролировать, выбирая трек-блон педиокадры. С нулевого видеокадра, так называемого, можно выбрать любую систему, посмотреть на её состояние. Это центральный пульт управления ПТС. По сути, такой же, как и на обычных АЭС в миниатюре. Система безопасности продублирована несколько раз. Все штатные и нештатные ситуации отработаны на суше. Если центральный пост управления — это мозг-станция, то это её сердце. Одна из двух реакторных установок. Два реактора способны выдавать 70 мегаватт. Этого достаточно, чтобы осветить и обогреть город с населением 100 тысяч человек. Здесь весь корпус состоит из стали толщиной от 32 миллиметров. Переборки, которые усилены. Биозащита состоящая из листов металла толщиной 100 миллиметров. А этот отсек построен, чтобы безопасно перегружать ядерное топливо из хранилища в реакторы и обратно. Работать ПТС будет автономно. Доковое обслуживание один раз в 12 лет. Вы можете, по сути, эти станции перевести в любое место. И дать энергию в любом месте. Ничего не строю, убрать, когда вам не надо. Особенно для нас это важно. Это важно для нас, потому что у нас много труднодоступных мест. Это база для принципиально основы для возможности формирования принципиально нового энергетического рынка с девизом. Энергия в сен, технологии в руках разработчиков. После загрузки топлива на ПТС проведут последние испытания. Площадкой для них станет порт Атомфлота. Кольский залив — это ещё и вотчина атомного ледокольного флота России. К слову, единственного во всём мире. С воды, как на ладони, видна вся инфраструктура. Это уникальная база. Четыре атомных ледокола, атомный транспортник, суда обслуживания. Флот обеспечивает круглогодичную навигацию в западном секторе Северного морского пути. Капитан этого новенького буксира, построен в 2016-м, швартует танкера с ожиженным газом в порту Сабетте. В данный момент мощность этих буксиров — 5000 лошадиных сил. Для освоения Арктики на стапелях судостроительных заводов заложено ещё несколько атомных ледоколов. Задача — сделать судоходным весь Севморпуть на протяжении всего года. Атомные ледоколы будут сопровождать и по тест на пути в Пивек. На Чукотку Академик Ломоносов отправится будущим летом. Условия для экипажа не хуже гостиничных. Тренажёрный зал, сауна, бассейн, каюта на одного, максимум двух человек. Санузел, душевая, телевизор будет установлен, проводная связь, интернет. Пришвартовавшись в Пивеке, Ломоносов заменит Билибинскую АЭС. Работа станции покажет, сколько ещё плавучих энергоблоков необходимо стране и миру. Интерес к покупке уже проявляют страны Юго-Восточной Азии и Африки. Михаил Федотов, Ярослав Борисов, Владимир Климов, Игорь Агеенко и Дмитрий Иванников. Вести неделя. Мурманск.